Искусство и наука Древнего Египта Такие знаки рисунки называют иероглифами. Египетский иероглиф представляет собой простой рисунок, символизирующий определенное слово. Например, волнистая черта обозначала воду, кружок, солнце, а ноги – ходьбу. С помощью таких значков можно было составить целый рассказ. Всего в египетской письменности было более 700 иероглифов. Египтяне изобрели папирус – материал, похожий на современную бумагу. Папирус изготавливался из стеблей тростника, которые сначала разрезали, а потом склеивали. В итоге получались листы, на которых можно было писать с помощью заостренных палочек, обмакивая их в чернила. Листы папируса сворачивали в свитки и хранили в специальных футлярах. Обычно в каждом храме была своя библиотека, где хранились летописи и научные труды. Самыми образованными людьми в Египте были жрецы. Они следили за астрономическими событиями, изучали животных, растения, вели календарь и предсказывали разливы Нила. Египетские ученые сделали много важных открытий, например, создали календарь, которым мы пользуемся до сих пор. Жрецы Египта впервые установили год, в котором было 365 дней, 12 месяцев и по 30 дней в каждом месяце. Также ими было установлено, что сутки длятся 24 часа, разработаны солнечные и песочные часы. В Древнем Египте были развиты такие науки, как математика, астрономия и медицина. Все это переплеталось с магией и примитивными верованиями, но, например, египетские врачи знали многое об устройстве человеческого организма и могли выполнять хирургические операции с обезболиванием, изготавливали сложные лекарства. В Египте зародилась и география. Правда, египтяне изучили лишь небольшую часть земли и считали, что она представляет собой прямоугольник суши, окруженный бесконечным океаном. В египетских школах учились в основном сыновья вельмож, песцов и жрецов. Школы располагались при храмах и преподавали там жрецы. Сначала школьники учились писать и считать, потом изучали математику, географию, историю, строительное дело и медицину. В конце обучения ученики сдавали экзамен, после чего могли выбрать два любимых предмета и изучать их для приобретения будущей профессии. Большинство выпускников школ становилось песцами, которые работали в армии, у вельмож и при дворе фараона, на строительстве, например, расписывали иероглифами стены дворцов. Работа песцов считалась престижной, к тому же песцы освобождались от уплаты налогов и службы в армии. Египетская цивилизация оставила нам множество произведений искусства, архитектурные сооружения, статуи, настенную живопись, которая украшает стены храмов и гробниц. Египетские скульпторы были очень искусными и вырезали точные фигурки животных и людей. Сфинкс у подножия великих пирамид выглядит как лев с головой человека. Статуя имеет длину 72 метра и высоту 20 метров. Художники рисовали людей особым образом. Ноги и голова видны сбоку, а плечи и один глаз спереди. На стенах гробниц изображали эпизоды из обычной жизни, а также сцены из жизни богов.